Все знают, что такое правильное питание. Но вот, как-то руки не доходят, это применить на практике. Или это обычно откладывается на понедельник. Или, в лучшем случае, думаете начать с завтрашнего дня. Есть хорошая поговорка, никогда не откладывай на завтра, что можно сделать сейчас. Питание должно быть дробным, часто и по чуть-чуть. Минимум 4-5 раз в день небольшими порциями. Вы скажете, что у вас нет возможности так часто кушать. Вы много работаете. Отлично, значит, приготовьте заранее и возьмите с собой. Или пейте кисломолочные продукты. Благо, выбор сейчас огромный. Кефир, йогурт питьевой, даже можно иногда ряженку. Когда у вас нет времени покушать. Не ленитесь и не забывайте про себя. Не наедайтесь перед сном. Хотя, если вы будете соблюдать первый пункт, то к вечеру голод будет не таким сильным. Но, если все-таки голод атаковал вас, то лучше выпейте, но только с удовольствием в стакан кефира и спокойно ложитесь спать. Позабудьте о привычке есть на ходу. Дело в том, что если есть медленно, механизм, управляющий насыщением, действует правильно и сигнал о получении достаточного количества пищи вовремя поступает в мозг. На ходу, в попыхах. Этот механизм вовремя не срабатывает. Из-за этого можно съесть гораздо больше, чем нужно. Никогда не объедайтесь. Это очень вредно и для желудка, и в целом для организма. Некоторые специалисты рекомендуют переведой обвязывать талию поясом или веревочкой. При переедании станет тесно и больше положенного не проглотите. Ежедневно употребляется большое количество сырых овощей и фруктов, в которых много клетчатки. Заведите себе за правило каждый день готовить салат из свежих овощей. Капуста, морковь, свекла, зелень, огурцы, помидоры и так далее. Только заправляйте салат не майонезом, а подсолнечным или оливковым маслом. Не пейте воду во время еды и после. Лучше выпейте, если хочется, перед едой. Однако, пейте в течение дня достаточное количество жидкости. Лучше, конечно же, если это будет чистая питьевая вода. Исключите из своего рациона жирную пищу. О вредности жирной пищи знают все. Ограничьте употребление мучных продуктов, сладостей, алкоголя. Альтернатива мучным продуктам – хлебцы, зерновой хлеб с отрубями. Сладостям – сухофрукты, мед. А вот алкоголь заменить чем-либо сложно, если только бокалом сухого вина. Просто соблюдайте правила умеренности и делайте это. Ограничьте употребление соли, специй и различных приправ. Просто постепенно уменьшите порцию, добавляемую в пищу. Так как, если это сделать резко и сразу, то пища будет казаться пресной. Разнообразие питания. Обязательным условием правильного питания является получение необходимых для человека полинасыщенных жирных кислот, микроэлементов, макроэлементов, витаминов, минеральных веществ, незаменимых аминокислот. Чтобы быть уверенным в том, что вы получаете все необходимое, старайтесь питаться разнообразно. Все, что вам нужно, можно получить даже из такой простой еды, как овощи, фрукты, злаки и бобовые. Ваше тело просит воды. Да, именно воды, а не пива или сладких напитков. Даже в жару, если вам покажется, что вы мечтаете о лимонаде или пиве, выпейте два стакана воды. И вы поймете, что ни пива, ни лимонада вам и даром не надо. Постарайтесь как можно больше выпивать обычной питьевой воды. Если нет индивидуальных противопоказаний, то минимум от одного до полутора литра воды в день. Кофе, чай и газированные напитки не принесут необходимой пользы вашему телу. А некоторые из напитков только обогатят ваш организм лишней химической неполезностью. Кстати, а вы знаете, что всякие колы не только не утоляют жажду, но и, напротив, содержат вещества, стимулирующие ее. И, конечно же, кушайте с удовольствием, по возможности создавая приятную атмосферу для пищеварения. Никогда не читайте во время еды. Обычно, незаметно, съедается больше, чем хочется и положено. И в заключение хотелось бы сказать, начните с малого. Хотя эти 12 пунктов, это уже существенное изменение своего питания. Да, и сделайте это прямо сейчас, а не с понедельника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА